Обжариваю бекон на сухой сковороде. Отличный рецепт от первых поселенцев Австралии. Мясо и хлеб, то что надо. Они добавляли сушеное или вяленое мясо. Сегодня его можно заменить на ветчину или бекон. В современных рецептах также добавляю сыр. Натираю его на крупной терке. Подходит любой на ваш вкус. Теперь мелко нарезаю зелень, укроп или петрушку. Возьмите то, что вам нравится. Бекон остыл и теперь просто его надо измельчить. Друзья, мы будем рады вашей подписке, лайком и комментарием. Не пропускайте наше вкусное гастрономическое путешествие. Ну а теперь займемся тестом. Для этого нам понадобится самовосходящая мука. Такая есть готовая в магазине. Производитель уже за нас все сделал и в муку добавил соду или разрыхлитель. Если у вас такой муки нет, можно приготовить ее самим. Для этого берем обычную муку и добавляем к ней разрыхлитель. Все пропорции и точный рецепт вы найдете, как всегда, под видео. И теперь просто просеиваем. Просеять нужно обязательно два раза, чтобы мука хорошо насыщалась кислородом. Тесто будет гораздо пышней. Ну что, муку просеяли два раза. Теперь сюда просто добавляем растопленное масло, теплое молоко. Добавляем немного соли. Вот очень люблю такие рецепты, когда все просто и быстро. И для начинки у нас пойдет зелень, сыр и жареный бекон. Вместо бекона можно, например, положить ветчину. И просто замешиваем тесто. Вообще, этот рецепт пришел от первых поселенцев Австралии. Они вели кочевой образ жизни, жизнь под открытым небом. Конечно, все нужно было готовить очень просто и быстро. Вот и мы сейчас. Теперь просто замешиваем тесто. Тесто вымешиваем до тех пор, чтобы оно не прилипало к рукам. Уйдет несколько минут. Ну, вообще, хорошо очень тесто вымешивается. Такое воздушное, мягкое. Вот, в принципе, и все. Ну, вот, посмотрите, какое мягкое тесто получилось. Немножко муки. И теперь формирую лепешку. Рецепт просто супер. Можно добавить разные пряные травы и тертый чеснок. Тоже будет вкусно. Ну, вот, красивая лепешка получилась. Перекладываю на противень. Противень я прежде посыпала мукой. Теперь хлеб надо смазать молоком. Получится золотистая корочка. Немного посыпаю мукой. Можно семечками или кунжутом. Сделаю еще надрезы, чтобы хлеб получился красивым. И отправляю в разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут. Пеку хлеб первый раз и сразу на камеру. Необычное ощущение. Друзья, напишите, пожалуйста, вы часто сами печете хлеб дома? Друзья, посмотрите, какой красивый и румяный. Накрываю его полотенчиком и 5 минут дадим ему отдохнуть. Ну, вот и настал момент попробовать хлеб. Вы знаете, такой аромат мне напомнило детство, когда приезжаешь к бабушке в деревню, а она печет свежий домашний хлеб. Вот аромат такой же. Вообще, я хлеб пекла первый раз. Так получилось, что вот австралийский. Так, сейчас с маслицем, конечно. Попробую, что вышло. Вкусно. Необычно. И бекон, и сыр. Знаете, такой готовый бутерброд. Но очень вкусно. Я пекла первый раз, конечно, рассчитывала, что он, наверное, поднимется повыше. Но, в принципе, он и так у меня получился. Всегда мы делаем что-нибудь в первый раз. Друзья, готовьте с нами, путешествуйте с нами. Для этого подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые рецепты. Прошу к столу и приятного вам аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!